Андрей Леонидович, команда в течение трех дней провела очень два тяжелых матча. Кубковый матч был сыгран не 90 минут, а 120. Успела ли команда восстановиться к игре истериком? Как раз сейчас этим и занимаемся. В общем-то, основной состав восстанавливается. Те, кто играл мало, получают нагрузку. Я думаю, что все будет хорошо. А команда понимает, что это самый важный матч для болельщиков и как бы кавказское дерби? А вы знаете, ну и это, конечно. А потом ведь каждый матч важный. Нет неважных матчей. Все матчи в премьер-лиге для нас очень важны. За каждый матч дается три очка. Поэтому я думаю, что, конечно, понимаю, что это все-таки такое, если можно сказать, кавказское дерби. И все настраиваются, естественно, на победу. Поэтому здесь другого быть не может. Психологическое состояние после поражения от Динамо нормально? Ну, вы знаете, я считаю, что это вообще явилась игра как бы украшением. Украшением кубка страны. Поэтому, конечно, всегда неприятно проигрывать. Но после вот таких игр, наоборот, происходит такое единение. Потому что чувствуется сила команды, такая общность команды. Ну а то, что результат, да, результат может быть любым, потому что это футбол. Но вот в целом по игре, конечно, хочется отметить то, что был такой единый порыв. И вот такие игры, они, их все равно можно занести как бы в копилочку. Еще один вопрос, наверное, не по теме. Болельщиков очень волнуют. Где Ян Галендер? Куда он делся? Ну, у него сейчас травма, ничего. Он как бы проходит реабилитацию, тренируется, восстанавливается. Просто это неприятные такие ахиллосухожилия. Это Денит. Воспалительный процесс идет. И, в общем, как-то его погасить так не всегда бывает. Это, возможно, так с первых каких-то там процедур. Поэтому требуется время. У каждого он индивидуально как бы проходит это. Мы надеемся, что в скором времени он поправится.